Друзья, в этой серии я расскажу вам, как мы перетягивали стойки и потолок в гольфе. Но сначала я хочу предостеречь вас от ошибок, которые лично я сделал. Никогда не красьте монтаной и сверху лаком. Во-первых, это дорого. Это намного дороже, чем покрасить обычным классическим металликом даже и сверху лаком. Во-вторых, это бессмысленно. Значит, монтана, самое главное, проседает. Причем проседает очень неплохо. У меня есть куча мест, и на капоте, который изначально был идеально ровный, просела краска, лак просел. И на крыше там есть места. Но самая главная проблема не в этом. Дело в том, что монтана дает толстый и очень мягкий слой. Поверх него у меня лежит 5 слоев хаэсного лака. То есть тоже толстый слой, но при этом он очень жесткий. Соответственно, когда прилетает камень, монтана немножечко проседает, а верхний слой лака просто разрушается и вырывается это все с корнем вплоть до пластика, до грунта или до металла, если это где-нибудь капот или еще что-нибудь такое. За первые пару месяцев эксплуатации я поймал несколько огромных сколов, которые видны были даже издаленевооруженным глазом. Что было бы с этой машиной за зиму, мне страшно представить. Она была бы по-любому ближе к весне вся усеяна глубокими кратерами. Поэтому сначала у меня была паника. Я не знал, что мне делать. Я думал плюнуть все, сжечь машину. Я думал ее продать. Я думал ее снова перекрасить уже по-человечески, а не дебильными способами, как я умею. Однако нормальное решение пришло само собой чуть позже. Ведь у нас танк, а танк должен быть бронированный. Соответственно, весь перед мы залепили броней. Причем не каким-нибудь дешевым винилом хреновым, а полиуретаном. В чем его преимущество? Во-первых, он намного долговечнее. То есть, если винил уже через несколько месяцев начинает желтеть и мотоветь, а через года два он превращается в откровенное говно, и вы его пытаетесь содрать, а он, сволочь, еще и вместе с лаком срывается, то с полиуретаном таких проблем нет. Он намного долговечнее. Он живет по 5-7 лет. Он не пробивается камнями, в отличие от винила. То есть, даже булыжник прилетит, вы помнете железо под полиуретаном. Но сама пленка будет целая. Он прекрасно снимается, даже через 7 лет. И он просто от времени особо так не портится. То есть, он не мотовеет так быстро, он не выцветает. И его, самое главное, можно отполировать. То есть, это отличное решение для тех, кто недавно покрасил машину и не хочет, чтобы в первую же зиму свежевыкрашенная, причем недешево выкрашенная машина покрылась сколами. Во-вторых, для тех, кто купил новую машину и хочет сохранить заводскую краску как можно дольше. Тема очень интересная. Один раз наклеили и все. Ближайшие 5 лет вы просто не думаете о таких вещах, как сколы. Клеить гольфа мы приехали в компанию «Реформа Сталинга». Во-первых, потому что мои знакомые пользовались их услугами и остались довольны. А во-вторых, я просто зашел и посмотрел, какие машины им доверяют и какие люди им доверяют свои машины. И все вопросы отпали. Начали мы, конечно, с водных процедур, помыли самого гольфа и очистили мои грязнющие диски. После этого мы начали полировку. Процедуру, необходимую перед любыми работами, связанными с поклейкой пленок на автомобиле. Гольфу, кстати, она была весьма и весьма необходима. Полировка машине зашла очень хорошо. Парни работают хорошими и дорогими пастами, да и просто умеют полировать. Пацаны и вообще ребята. После полировки гольф реально преобразился и стал практически зеркальным. Но у нас остались сколы, так что я взял баллоны, ватные палочки и стал подкрашивать машину. После того, как все было подкрашено и заполировано, началась непосредственная процедура поклейки брони. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По итогу мы заклеили весь перед, правильно? Что у нас там? Мы заклеили передний бампер, фары, зеркала, оба передних крыла, капот, полоску на крышу, стойки вдоль углового стекла, места под ручками, пескоструйные зоны на задних арках. Такой пакет называется у нас стандарт плюс-плюс. Стоит он где-то от 40 тысяч и выше. В зависимости от класса автомобиля, сложности работы, количество потраченной пленки соответственно. При этом нужно заметить, что 40 плюс тысяч это дешевле, чем перекрасить машину через 3 года эксплуатации по таким крупным городам, как Питер-Москва. Но даже пленка все равно не избавляет нас от того факта, что Монтана под лаком это говно лютое. Потому что я вот так встал, именно я вижу вот этот момент, где она просела. И меня даже пленка не спасает, ну пленка и не может спасти от этого. В общем, Монтана в любом случае под лаком это говно. И мы сделали так, чтобы хотя бы один из явных таких самых крутых минусов как-то нивелировать. Надеюсь, что... Вообще она должна спасать, да? То есть от мелких... Конечно, не то, что она спасет тебя, однозначно от этого всего. Все, все огонь. После того, как мы поклеили, вы же там еще чем-то обрабатывали. Да, мы обработали кондиционерном кварцевого защитного покрытия компонации. Называется он компонация Балсу. Он нам дает дополнительный блеск, отличный гидрофобный эффект. То есть у тебя машина будет меньше пачкаться, соответственно, легче мыса. Так вот, после того, как мы заклеили пленкой наружку, пришло время перетягивать внутрянку. Очень важный момент в вопросе перетяжки это ткань. Конечно же, под наш камуфлированный кузов нужно было камуфлированную внутрянку. По-любому быть не могло, потому что в один цвет я вообще не хотел никак перетягивать, потому что смысла в этом просто не увидел никакого. В клеточку, как многие советовали, это вообще просто самая попса из всего, что можно придумать. Мне кажется, что 90% ваговских перетянутых салонов перетянуты в клеточку. Уже просто блевать воротят. Поэтому мы делаем интерьер под экстерьер. Значит, объездил кучу магазинов. Можно было сразу заказать прямо вот у ребят из реформы специальную ткань, которая предназначена для перетяжки салонов. И да-да-да-да-да-да-да-да и бла-бла-бла. Но там очень ограниченные цвета. То есть найти там камуфляж, еще и примерно таких цветов, это ну нереально. Это нужно под заказ, где-то за огромнейшие бабки это все делать. В общем, не наш путь. Наш путь заключался в максимальном дешманчике. Я поехал в обычный текстильный магазин, который по-любому есть в любом из ваших городов. Не именно этот, любой другой. В общем, текстиль продается везде. И нашел вот такую замечательную ткань. Значит, что главное при выборе ткани? Чтобы она тянулась. Очень много я нашел камуфляжа, но в трех огромных магазинах нашел только один камуфляж из стопроцентного хлопка с толстым таким пальшорским, который тянется. Если вы купите ткань, которая не будет тянуться, то у вас весь салон будет с кладками. Ткань обязательно должна тянуться. Плюс здесь достаточно толстая такая основа, что нам дает еще дополнительный бонус. Если вы купите слишком тонкую ткань, то через нее может просачиваться клей. И на лицевой стороне будут пятна. То есть вот этот просто идеальный вариант был. Стоит, кстати, всего 390 рублей за погонный метр. Ширина рулона 1,80 метра. И на всю машину я купил 3 метра. То есть я уложился там тысячи с чем-то рублей получилось у меня. И вся машина перетянута. Я заранее вангую, что у меня вся личка взорвется вопросом, а где ты купил ткань? Магазин Атлант на большевиков. Но не обязательно ехать именно в него. Еще раз говорю, любой магазин ткани, все для шитья, текстиль. Везде, где продаются тряпки, вы можете найти что-то подобное. Сам процесс перетяжки потолка и стоек очень простой. Сначала, как в случае моего глубоко поюзанного салона, вы срываете без того отрывающуюся ткань. После этого из нового сукна вырезаете кусок для перетяжки элемента. Затем наносим клей нормальный, профессиональный, желательный из краскопульта. А не говно из баллонов, которые все покупают на рынке, а потом удивляются, почему это у меня через месяц все оторвалось и вылетело через форточку на ветру. После этого прикладываем новую ткань к элементу, натягиваем, растягиваем, приглаживаем, смотрим, чтобы не было никаких складок. И только потом активируем клей путем нагрева феном. Все, элемент готов. Продолжение следует... Если со стойками все было понятно и просто, то с потолком пришлось повозиться. Во-первых, нам нужно было четко вырезать необходимое отверстие под ректоп в потолке. Ту часть потолка, которую мы видим через отодвинутую крышу, можно легко обвести маркером, но ту часть, которая закрыта сдвинутым тентом, мы обвести уже не могли. Так что ее мы размечали уже теоретически, заранее выполнив замеры линейкой в салоне. Пока мы вырезали сердцевину потолка и готовили его к перетяжке, и срывая старую ткань, мы мучились вопросом, как закрепить потолок в области стыка с ректопом? Ведь там может образоваться щель. Решение пришло само собой. На ректопе снизу есть липучки для крепления штатного потолка Трино Твинга. Ими мы и решили воспользоваться. Мы просто приклеили ответную часть липучки на определенном расстоянии от края выреза потолка. Так что потолок теперь крепится на стоковые крепления Гольфа и Рено. Редактор субтитров А.Семкин по итогу, что с потолком. Смотрите, мало того, что он держится за липучки, мы еще обрезали его так, чтобы он упирался прямо в эту железную кромку. В результате здесь нет никакой щели, он здесь держится очень хорошо, и прямо интегрируется одно в другое. В общем, как будто все по заводу. Значит, не стали мы красить ручки, не стали мы красить козырьки, лампочки, фонарики всякие. Почему? Потому что я хотел оставить немножко вот этого серого цвета. Из-за того, что низ пластика у меня тоже серый. То есть мне нужно было оставить наверху немножечко цвета, который использован внизу. Иначе это выглядело бы как вообще просто какой-то конструктор из 20 разных салонов и так далее. Низ один, середина другая, вверх вообще какой-то третий. В общем, специально не стал красить, красить не буду. Просто знаю, что мне сейчас все напишут, что вот покрасить еще и козырьки. Нет, мне полностью устраивает, как это все выглядит на сегодняшний день. К тому же светлые пятна камуфляжа весьма похожи на цвет вот этого светлого пластика. Все. Значит, теперь, когда у меня перетянут салон, у меня нужно сидение делать. Следующее, что я хочу сделать, то что сидение это полная срань. Это ужасное сидение на четвертых гольфах. Вот именно вот эти вот. Несмотря на то, что они с подогревом, с подушками и типа, ну не самая нинтская комплектация, но по форме это полное говно. Все, значит, на сегодня гольфу хватит, пожалуй, ништяков, а то он еще зажрется и потом скажет 98 бензин ему заливай. Спасибо огромное компании Реформа Сталлинг за то, что быстро. Кстати, сделали реально все очень быстро. То есть, я приехал, за один день не перетянули весь перед и за один день не перетянули салон. То есть, ребята работают очень оперативно. Все очень понравилось. Если вы хотите... А, кстати, вы же все, да, услуги оказываете, в принципе? Практически все, что у нас. То есть, и дитейлинг... Начиная от замены колодок и заканчивая передовыми защитными покрытиями. В общем, огромный спектр услуг оказывает компания Реформа. Ссылочки на них я оставлю в описании. Если вам нужно... Если вы следите за своим автомобилем, если вы хотите, чтобы он был сделан качественно, обращайтесь к ним. Все. Подписывайтесь на канал. Увидимся.